Случайно подвернулась газета аж с 2003 года, где была серия моих статей в газете «Кавказская здравница». Так что традиционно как-то получилось, что Кавказ, часто бываю здесь и часто выступаю, со многими знаком. И, наверное, это не случайно, потому что тему даже сегодня я обозначил в своем выступлении, которое говорит о неслучайности этих совпадений. Миссия Кавказа в защите русского проекта глобализации. Тема такая, которая, с одной стороны, немножко должна будет коснуться и русского проекта глобализации как такового, и, конечно же, миссии Кавказа. Если посмотреть на происходящее на земном шаре укрупненно, то можно обозначить три базовых опорных точки. Это западная цивилизация, евроамериканский конгломерат, библейская концепция управления, восточная цивилизация, ну и Русь. Русь часто Россию воспринимают как одну из стран мира, но это не так. Русь, в действительности, всегда была цивилизацией. Она была локализована в одних границах или близких к основным границам, скажем, Советского Союза. Или сейчас из большой группы государств состоит. Но цивилизационная общность при этом не меняется. Русская цивилизация есть, была и мутер, потому что она, в общем-то, предполагает иное целеполагание и иную концепцию глобализации. Именно поэтому происходящее в мире, в том числе и сегодня на Украине, не всегда понимаемо в таком глобальном плане. Потому что то, что происходит на Украине, наверное, лет 10 назад с трудом верилось, что такое, в принципе, возможно. Но это в том случае, если не знать такую историю человечества глобальную. А последние столетия глобальная задача, которая решается, это взорвать и истребить русскую цивилизацию. Но такая агрессия предпринимается со стороны библейской концепции управления. И вопросы решаются на уровне именно вот такого глаза глобального цивилизационного противостояния. А почему? Потому что цивилизация евроамериканского конгломерата имеет свою концепцию глобализации. Конечная задача выстроить толпы элитаризма в пределах всего земного шара, чтобы наверху была элита. Весь остальной земной шар должен быть превращен в биороботов. Для этого главное истребить из людей человечность, что называется, чтобы они были превращены фактически в биороботов. И для этого, в общем-то, многое из происходящего сегодня и делается. Потому что, что такое человечность? Но это, прежде всего, основной признак – это наличие совести. Русский язык, он не просто, знаете, совесть – это как раз согласие с вестью Божией. Вот если этого согласия нет, то тогда выстраиваются совершенно иные отношения между людьми. Вот Россия – цивилизация, которая всегда формировалась на основе совести и справедливости. И это, по сути, и являлось костью в горле у цивилизаторов по-западному. Поэтому, если мы с вами посмотрим историю, наполеоновские войны, потом Крымская война, потом Первая мировая, потом Вторая мировая, и везде в этих конфликтах основная цель, которая ставилась – это истребление русского духа, истребление русской цивилизации. Но по-прежнему мы видим, что здесь русский дух, и здесь Русью пахнет. Вот это Запад тоже ощущает. Но посмотрите, скажем, последнее событие Второй мировой войны. Эта информация не распространена, но она, в общем-то, нам достаточно неплохо известна. Период подготовки войны. Помощник Гитлера направляется с визитом в Соединенные Штаты, а ГЕС, правая рука Гитлера, а может быть и наоборот, ГЕС по рейтингам, вот таким уже, если угодно, цивилизационно-концептуальным, он был не ниже Гитлера. Поэтому его судьба последующая не просто сложилась, как вы знаете, он потом был уничтожен после очень долгих лет молчания в заключении, потому что он знал особые тайны распространения, которых было нежелательно для хозяев концепции глобализации по-западному. Так вот, ГЕС свел переговоры в Лондоне, и он при этом, даже, вы знаете, у него был такой визит, когда он вынужден был с парашютом прыгать. О чем же они вели переговоры? Они вели переговоры по поводу стратегии уничтожения русской цивилизации. Гитлеру было поставлено условие, что если он спровоцирует Советский Союз на начало боевых действий, то тогда будет сразу же организован Единый фронт Англия, Соединенные Штаты, Германия, и начнется процесс ликвидации с их позиций бациллы справедливости, бациллы русского духа. Но если ему не удастся спровоцировать Сталина на начало боевых действий, и Гитлер вынужден будет все-таки начать эту войну сам, то тогда ему придется одному решать эту задачу. При этом Гитлеру была гарантирована поддержка с точки зрения молчаливого согласия. То есть Гитлер получил гарантии, что второй фронт открыт не будет ровно до того момента, пока Гитлер одерживает победу над Советским Союзом. Вот пока Гитлер громит Советский Союз, никаких вторых фронтов в принципе не было бы и они бы не возникли. Были достигнуты договоренности, что второй фронт может быть открыт или должен быть открыт тогда, когда Гитлер начнет терпеть поражение. Ну и вы видите, это действительно так оно и реализовано было на практике, что второй фронт открыли, когда уже судьба войны по сути была решена. И стало понятно, что Россия держит верх. Почему они сразу уговаривали открытие второго фронта, если русская цивилизация одерживает победу над Гитлером, хотя банкирам было без разницы, кто выиграет, важно, чтобы ослабилась и та и другая страна, а потом можно было бы запускать разные проекты финансовые. Но второй фронт они вынуждены были открыть, потому что понимали, что наши войска пройдут до Атлантического океана. И мы поэтому вовремя, чтобы приостановить это, был открыт второй фронт. И поэтому то, что происходит сегодня, как Владимир Иванович Таль говорил, что духовность происходящих исторических событий и их повторяемость, они обратно пропорциональны. То есть чем выше духовность, тем реже эти события повторяются. И наоборот, чем ниже духовность, чем чаще эти события повторяются. То есть одна и та же заигранная пластинка срабатывает каждый раз. И вот в частности сейчас то, что происходит на Украине, ставка, конечно, западной цивилизации была сделана на то, что Россия выйдет на шестой приоритет и начнет боевые военные действия на территории Украины. Вот, собственно, основная задача, которая решается сегодня. И вот благодаря тому, что в России сегодня все-таки сформировано такое достаточно неплохое понимание происходящего с позиции концепции общественной безопасности, то удается сегодня предотвратить вот такой вариант, на который сделана ставка. И, собственно, сегодня Соединенные Штаты оказались, в общем-то, в абсолютно таком нелепом состоянии. Значит, начинались все действия на Майдане именно под то, чтобы шестой флот Соединенных Штатов вошел в Севастополь. Основная задача решалась такая. Вместо этого, опять же, благодаря таким очень мудрым, тонким маневрам, Крым оказался российским. Вот это тот случай, когда не было бы счастья, но несчастье помогло. Потому что представить себе, что в отсутствии вот такой реальной агрессии Соединенных Штатов против русской цивилизации можно было бы как-то иным способом присединить Крым, а таких возможностей не вижу. То есть невозможно будет, все идет спокойно, да, и вдруг приходят наши войска там или наши президенты говорят, нет, ребята, дальше Крым будет нашим. Ну, это нереально. Вот, поэтому иногда, вот, на мой взгляд, это как раз пример того, как ситуация разрешается по-божески, вот, с участием Божьего промысла. Потому что наши планы и наши перспективы, они в большей степени соответствовали Божьему промыслу, чем, значит, планы наших противников. А вы знаете прекрасно, что мечты и планы сбываются тогда, когда они лежат в русле Божьего промысла. И дальше события тоже развиваются, вот, для Соединенных Штатов абсолютно непонятно, потому что они же привыкли, они привыкли в Сирии, они привыкли в Ираке, они привыкли в других странах. Там должен кто-то противостоять, вот. А сегодня они вторглись в Украину, расчет-то на то, что там русская армия будет, тогда надо, можно подключать там и так далее. А там воевать-то приходится с детьми, с женщинами и со стариками. А больше против них никто и не воюет. Ну, то есть там какие-то, ну, там, значит, кто детей защищает, но, по крайней мере, понятно, что вы, наверное, понимаете, что Россия в стране не находится так уж абсолютно, и другие страны русской цивилизации. Мы слышали заявление Кадырова, когда он говорит, что да, там, вроде бы 14 человек есть, там, добровольцы вы из Чечни, так уже шум по всему миру идет, там, чеченцы боятся. Ну, вообще-то, говорят, у меня 74 тысячи, и они порядок-то быстро навели. То есть, ну, показывается, там уходит абсолютно маленький, незначительный ресурс русской цивилизации в целом, но дается понять. И получается, что вроде бы и танки, и самолеты, и пушки, и артиллерия, а стреляют не могут. И вот все это выглядит нелепо. К великому сожалению, нелепости сегодняшнего дня, это в традициях, вы видите, что там происходит с Соединенными Штатами. Они сейчас, знаете, там, ввели новый способ, там, барихуану где-то разрешают, где-то запрещают, теперь они какие-то сделали напитки, там, вот, с добавками такими. Ну, и, конечно, я думаю, все там ведущие, типа, там, Дуланд, который от имени, значит, вещает от имени администрации президента, мне кажется, что без бокала такого напитка, ну, сложно, в общем-то, так выступать. Если что-то здравый смысл сохраняется, то сказать то, что говорится там, как-то нелепо. И Бог-то все видит, как говорится, да, поэтому, ну, так вот дальше продолжаться не может. Вот, когда мы говорим о русской цивилизации, да, то, ну, по большому счету, я думаю, что в этой аудитории, может, здесь и не требуется разъяснение, но, по большому счету, вот, мировоззрение триединства, материя, информация, мера, если смотреть на человечество, то, наверное, вот, можно сказать, что в целом сегодня как-то, так сказать, позиционировано, что евроамериканский конгломерат – это к материи ближе, то есть у них телесные проблемы главные, и личное такое физиологическое благополучие. Вот, они ради этого готовы на все, и говорят, ладно, ничего там, в одной щеке угаривая вторую подставь, но за то, что на небесах потом тебе все будет хорошо, царствие небесное на небесах. Восток тоже не верит в возможности жить на земле по-человечески, он говорит, ну, да, на земле все плохо не устроено, поэтому сядь с под елкой и медитируй. Из под елки вышел учеников, взял с собой, и дальше, и все вопросы решены. И только русская цивилизация, цивилизация из меры, которая всегда считала и считает, что можно на земле жить по-человечески. Ну, вот, если посмотреть на предназначение, мы говорим, миссия Кавказа, так вот, чем же отличается вот эта Русь, помимо того, что мы уже сказали, ну, посмотреть, если на разные страны, Китай, чем отличается? Умением копировать. Это надо отдать должное, ни одна страна в мире не умеет так работать в этих вопросах. Япония – это доводка до совершенства уже, так сказать, технически проработанных идей. Евроамериканский геномендарь – умение жить за счет других, причем уникальное умение, это просто фантастическое умение. А Русь – умение порождать новые смыслы. И вот, Русь может существовать только в рамках вот этого. То есть мы, если эту функцию не выполняем, то мы растворимся и прекратим свое существование как цивилизация. Вот насчет умения Запада жить за счет других, я не буду эту картиночку тут детали расшифровывать, но если посмотреть на торговлю нефтью, на финансовую сущность, так у меня последовательно расписано, как и что происходит. Вот, вначале, у Соединенных Штатов есть бумага свежеотпечатанная, которая называется деньгами, как-то по ошибке, доллары. А в России некая нефтяная компания имеет нефть. Вот потом происходят манипуляции некоторые, и в конечном счете и нефть, и доллары оказываются в Соединенных Штатах, а Россия за это получает право имитировать рубли. То есть, потому что Центральный банк имитирует деньги под доллары. Это принцип финансовой колонии, когда страна печатает свои квитанции на право получить валюту метрополии, которая является долгой. Поэтому, когда мы говорим об объединительных процессах русской цивилизации, то, как со скрипом идет дело, допустим, и, вы знаете, Евразийский союз очень долго прорабатывался, хотя это такой очень значимый шаг, но проблема здесь в основном в том, что де-факто деньгами России являются доллары, а рубль печатается просто как квитанция на право получить эти деньги. Мы не печатаем деньги под свой собственный ресурс, и право на выпуск рублей мы получаем через поставки нефти в Соединенные Штаты. Ну так эта схема, по крайней мере, работала во времена, не случайно Западом признавала лучшим министром финансов земного шара Кудриным, да, потому что, благодаря ее участию в этих схемах, вот, реализовывались такие очень выгодные для Запада схемы, когда они не тратясь, получали, по сути, нашу нефть, а мы за это получали правые миссии. Хотя хочется, чтобы мы с вами все вместе понимали, и тогда ситуация и в стране может быть изменится, что деньги – это всего лишь информация на бумажных или электронных носителях. И суверенная страна не может сказать, что у меня не хватает денег, потому что деньги – это информация. Если не хватает денег, ну нажмите кнопку и напечатайте в наличном виде, или нажмите кнопку на компьютер, и у вас получится безналичные деньги. В суверенной стране может не хватать сырья, может не хватать энергии, может не хватать рабочей силы, могут отсутствовать рынки сбыта. Но если в стране все есть, включая потребность в этом продукте, то тогда не может не хватать денег, потому что деньги – это как раз и есть отражение вот этих ресурсных возможностей государства. Но еще раз говорю, это в случае суверенной экономики, когда деньги печатаются, как в Японии, скажем, под инвестиционные потребности реальной экономики. И по самым таким скромным подсчетам, ну уж по крайней мере, объем нашей денежной массы, ну может быть беспроблемно, естественно, безинфляционно увеличен в пять раз. Только деньги должны запускаться не на потребление и не обналичиваться, а должны запускаться в процессы производства. И при этом ценник будет падать. Почему он будет падать? Потому что будет выпускаться больше товара, а, соответственно, цены будут снижаться. У вас выпускалась какая-то продукция одним заводом, вы напечатали деньги, под эти деньги построили второй завод, эта продукция удвоилась, созданы рабочие места, ценник на эту продукцию упал. То есть чем больше денег, тем ниже будет инфляция. Если деньгами, конечно, грамотно и умело управлять, как это было, скажем, во времена Советского Союза, схема, которая уникальная по простоте и уникальная по своей эффективности, когда не было этих проблем нынешних без какой-то несусветной коррупции, каких-то затрат денег, потому что жесткое разграничение шло финансового оборота по трем контурам финансового вращения. Был контур безналичных денег, и наличить их было, так сказать, абсолютно невозможно. И если это происходило, то это криминал, который очень быстро вычислялся. То есть деньги, которые как раз вот об этих деньгах я говорю, которые запускаются исключительно как инвестиционные деньги в развитие производящего сектора. Это контур безналичного расчета. Из него невозможно было организовать, так сказать, потребление. Дальше наличный оборот. Это деньги, которые использовались для личного потребления, и вот их контролировалось количество для того, чтобы не допускать инфляцию при употреблении. Ну и, наконец, третий контур – это контур внешней торговли – золотой рубль. И сама схема идеальна, но другое дело, что советская экономика была организована в принципе неправильно, и основной посыл неправильности сводится к чему? У нас стояла задача организовать планы максимально напряженные. То есть, чем выше план, тем, значит, лучше руководитель. А когда план каждый поднимает на немыслимую высоту, то дальше неизбежны приписки, дальше неизбежен выпуск продукции, которая никому не нужна, потому что оценка велась по баллу. А как же надо было планировать? А нужно было планировать по минимуму, наоборот. План должен быть минимально необходимый. То есть, должны были быть рассчитаны демографически обусловленные потребности, и продукции должно выпускаться не столько, сколько в плане министерства. Но понимание истинного значения денег и их функций, к сожалению, в стране сегодня нет. Мы можем сказать, что такое, что вы знаете, у нас все есть, скажем, на программу ландшафтного и затемного развития страны. Есть потребность в нем, есть рабочие руки, есть студенты, есть строительные материалы, есть земля. Нет денег. Понимаете, как если есть государство, как может не хватать денег, если то, что мы строим, потом, как бы так сказать, будет востребовано. То есть, это обычный инвестиционный проект государственного масштаба. И у нас получилось, что здесь поставлено слот на голову все, когда мы считаем, что деньги – это главное. Если деньги есть, то тогда все остальное – это ерунда. И вот некоторые с таким мышлением приезжают в наши районы нефтедобычи. Мы сейчас, у нас инвестиции, когда, оказывается, там работать некто, сварщиков там нет, дорог там нет и так далее. Любые деньги, они вовсе не решают проблемы. Проблему решают конкретные ресурсы. Поэтому я часто ссылаюсь на Козьму Круткова, но аналогия здесь стопроцентная. Если у нас воспринимается, что деньги – это отраженный свет. То есть, если у вас есть реальные возможности, как я говорил, есть сырье, есть электроэнергия, есть рабочие руки, технологии, есть спрос, то отраженный свет от этих возможностей – это и есть деньги. Они должны автоматически просто появляться. Потому что они свидетельствуют о том, что у вас что-то есть. Не нужно золото ему, когда простой продукт умеет. Помните, почему? Так вот, по этому поводу один в один Козьма Крутков как-то подметил. Говорит, а что для нас важнее – Солнце или Луна? Говорит, ну, конечно же, Луна, потому что Солнце светит днем, когда и так светил, а Луна – по ночам. Вот у нас точно так же получается. Скажем, что для нас? Конечно же, деньги самое главное. Если мы говорим о русской цивилизации, то основные скрепы русской цивилизации – это человечность с верой к Богу, а отсюда вытекающая из этого справедливость и совесть. Совесть – это согласие с вестью Божьей. Это то, что характерно для русской цивилизации. Дальше. «Русский язык» и «Творческое наследие Пушкина». Ну, наверное, в этой аудитории говорить там как-то о втором смысловом ряде, который заложен в творчество Пушкина, и не обязательно. Все вы это знаете прекрасно. В моей книжке «Глава длинной» названо даже «Пушкин как пророк русской цивилизации». Ну, и с выступления многочисленные Зазнобина Владимир Михайловича на эту тему, они эту полностью проблематику раскрывают. Да, в образах Пушкина действительно там все становится понятно, что было, есть и что будет с русской цивилизацией. В частности, он, видите, матрично программирует наше будущее. Павел и Руслан и Людмила, где Людмилой унесен в страну полночных гор в Швейцарию, унесен бородой ростовщической, которую носят карлики-банкиры. Руслан, система знаний свято-русского жречества, пытается вызволить Людмилу. На пути Руслана встает голова, символ элитая, который еще Владимир Иванович Дарь говорил, что голову нашей так далеко ушли прочих народу, что этой голове придется все-таки воротиться, либо вообще отвалиться. Ну и вот Пушкин показывает в этой гротесстной форме голову элитарную, отвалившуюся от народа, от туловища. Находит-таки он меч, символ знания и развлечения, и когда он начинает поднимать все, он этим мечом знания и развлечения бороду округает, а тогда Людмила освобождена. И вот коробочку конфет мы такую выпускали, готовили эту картинку матричную такую, где Руслан соединился с Людмилой. То есть знания, вот эти глобальные, концептуальные, соединились с народом нашим. Карло оказался беспомощным, но русская цивилизация всегда была билосердной, и Карло сидит спокойно в кошелке за спиной Руслана. Ну и по этому поводу также западной цивилизации, в общем, давалась информация. Ребята, если вы вовремя не опомнитесь, то закончится тем, что вот эта цивилизационная гармошка Руси, когда на нее наезжают, она каждый раз расширяется. Еще раз наезжают, еще расширяется. Закончится тем, что Россия станет страной от Тихого до Атлантического океана. Когда мне говорят, что может Россия войдет в Европу, вы на карту посмотрите, когда, значит, пуговицы присоединили к этой пуговице, но это также и с присоединением Европы. Ну и я хочу подчеркнуть, что вот матрица Пушкина, она, в общем-то, так или иначе доступна для нашего президента, и по этому поводу есть много свидетельств. Будут здесь повторяться, ролики есть, где он говорит об исследователях творчества Пушкина, не о пушкинистах. Ну вот, напомню вам всем известный рисунок Путина в школе Кургана, когда он, уходя, вдруг одним рощатом пиратом нарисовал какую-то картинку. У него спрашивают, а что это такое? Он ответил, кошка вид сзади. Кошка вид сзади всегда рисовала пушки. Ну и очень важно понимать, что вот сохранение этого духа и будущего русской цивилизации во многом зависит от Кавказа. И, к счастью, на Кавказе тоже на сегодня формируется иное понимание. Вот эти межнациональные отношения, они, конечно, всегда были, есть и будут, но они ведь часто идут на уровне такой и бравады. Конечно же, доходит это и до крайностей, но в основе это лежит гордость за свой собственный народ. Каждому хочется проявить эту браваду перед другом. Это было, есть и будет, но все народы Кавказа сегодня объединяют русский дух, потому что многие на сегодня все-таки поняли, да, что русский – это не национальность. Русский – это состояние души, это мировоззрение. Я вот некоторые только выдержки вам привожу, потому что здесь во многом те, кто работает, если угодно, пропагандистами, ну, полезно обратиться и к Евкурову, который говорит, что за пределами России я всегда русский. И Талгат Таджудин, духовное управление мусульман, говорит, что о человеке русского мира. И поэт Дагестана говорит о том же, и, значит, Вазген Афганян говорит о том, что слова «Россия и жизнь» на протяжении многих веков нашей истории были для нас сильными. Он прямо говорит, что не будет России, не будет Армии. Сейчас это понимание, и в том числе в связи с тем, что западная цивилизация обнажила все свои планы, это в конечном счете срабатывает с точностью, да наоборот, и позволяет, на мой взгляд, сплотить на основе русского духа вот эту нашу цивилизационную обществу. И то, что эти действия начались на Украине, свидетельствует как раз о том, что Кавказ здесь выстоял. То есть все же силы были брошены исключительно на Кавказ. То есть через Кавказ хотели сломить русскую цивилизацию. Было запущено все, там, Чечня, Дагестан, Грузия, там, да, собственно, видите, все, только ставка была на Кавказ. И облом, что называется. Поэтому факт переноса центра тяжести на Украину свидетельствует о том, что Кавказ оказался крепким орешком. И при всей видимости, так сказать, разногласий, противоречий и прочего, все-таки, когда вопрос стоит ребром, то, в общем, на основе русского духа идет сплочение народу, в общем-то, казалось бы, с разными установками такими местными и при наличии естественных противоречий. Ну и надо сказать, что иногда это, как говорят, нет хули без добра. И я, например, сам родился и вырос на Псковщине. Тоже народ такой непростой, хотя сейчас его алкоголем по преимуществу вытравили. Но потому что народ, вот, маждоверчиво, не понимает. И нас брали на то, что гордились тем, что вот стакан без закуски. И вот народ, как-то, тем самым пытался, вот какой я крутой, я могу стакан выпить и не закусить. И вот через это уничтожено Псковщина. Но я помню еще свое детство. Значит, постоянные праздники, народные гуляния с гармошками, с песнями, с начищенными сапогами блестящими. Потом вдруг где-то крик, женщины закричали, коле закричали и понеслось драка. Но это тоже, вроде бы, плохо, но дело в том, что Псковщина традиционно всегда стояла на защите рубежей русских. И вот в Краиле это боевой дух как-то надо было поддерживать. В перерывах между боевыми действиями они там шли постоянно, но тренировались между собой, чтобы дух боевой не терять. Так и на Кавказе, вот я со многими беседливаю, да, у них есть такой боевой дух. Вот, и это, это я, конечно, никак не оправдываю, это отсутствие сдержанности такой. Но вот корни все-таки есть, они вот связаны с тем, что люди видят себя защитниками своего рода, своей земли, и они вот бессознательно как бы тренируются, чтобы закрепить это качество. И то, что русская цивилизация особая, об этом говорят не только, вот, Владимир Владимирович Путин, допустим, об этом говорят часто, и вот все наши политики. Ну вот я вам привожу цитату из очень известного французского геополитика Эмерика Шопрада. Он прямо говорит о том, что Россия это не Запад. От западной модели наша модель отличается тем, что в угловом угла ставится человек. Это модель полностью противоположна культу денег. А дальше он заявляет, Россия может стать источником надежды для многих народов мира, потому что она несет в себе эту альтернативную цивилизационную модель. Ну, извините, уж точнее не скажешь. И вы знаете, что примерно с 90-го года началась активная разработка концепции общественной безопасности Российской Федерации. Хотя концепция общественной безопасности, по сути, она является концепцией безопасности человечества, потому что сейчас не те времена, что можно в отдельном кубрике спастись. Мы все находимся на едином космическом корабле, небольшом таком-то названии космический, под названием земной шар. Ну, это действительно так. Удалитесь немножко, взгляните. Кругом безжизненное пространство, где никто секунды не проживет. И вдруг, видите, какая-то песчинка пролетает. Приближаетесь к ней, боже мой, а там системы жизнеобеспечения все работают. Температуру поддерживают, поддерживают сохранение воды, защиту от излучений разного рода, продукты питания и все остальное. То есть, мы это реальный космический корабль. Поэтому речь идет о безопасности, в общем-то, биорида, человек разумный. К разработке концепции привлечены лучшие умы России. Это не те, кто представлены на телевидении. Разработчики этой концепции никогда практически на телевидении не появлялись и не появятся. Это те, о которых Пушкин в свое время сказал, волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен, правдиво свободен их вещь, язык и с волей небесных дружин. Вот проблемы формирования таких знаний, они идут на уровне общественной инициативы. За деньги такую работу не выполнишь. За деньги можно выполнить только ту работу, которую нужна заказчику. И вот так любопытное такое совпадение, что 20 ноября 2013 года, в 13.20, это просто у меня взято с сайта президента, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, утвердил своим указом концепцию общественной безопасности в Российской Федерации. Если почитать этот документ, там не о чем. То есть, общественная безопасность на уровне функций МВД. Но если вы наберете в поисковике в любом концепцию общественной безопасности, то вы найдете на массив информации, равного которому на сегодня на земном шарике. То есть, можно найти разного рода электристику, если смотреть по посещаемости, то порнуха на первом месте, конечно, в мире. А если смотреть на содержательные вещи, то это самый посещаемый сайт, читаемый во всех странах мира по поисковику концепцию общественной безопасности. Более 50 книг, тысячи страниц текста, аналитических записок и так далее. Но, знаете, вот впрямую мало кто говорит на таких серьезных уровнях о том, что наш президент, вы понимаете, в собеседнике сейчас выбрал явным образом не президентов, он понимает прекрасно, что с президентами Европы, Соединенных Штатов, говорить просто не о чем. То есть, это не те люди, которые имеют хоть какое-то отношение к происходящим событиям. Это, так сказать, микрофон, там, так сказать, или динамик, который там чего-то по, значит, воле хозяев концепции что-то озвучивает. Поэтому он сейчас беседует с другими людьми, которые не озвучивают чьи-то идеи, а эти мысли формируют. Вот, видите, так очень как-то бросается в глаза, 20-х много, да? Вот, 20-х, 20-х, 13-х, потом 13-х, 20. Как вы думаете, тот, кто издавал этот документ, он не обратил внимания на какие-то странные сочетания цифр и на название документа? Ну, документ можно было бы назвать как угодно, да? Но название документа и цифры, они там говорят о том, что вы как-то видели вообще-то, что есть некая мистика. А вот, а теперь попробуйте набрать в поисковике 13-20. Если вы наберете 13-20, то увидите «Священный секрет Майя». Вот, и дальше кто попадает в эту матрицу, очень часто начинают мне присылать это сочетание цифр. Вот, и в частности, вот, я работаю с хозяйством Шеи Муратова в Башкирии. И директор этого предприятия приезжал ко мне в Питер. Вот, и он просто по городу шел, и в одном месте, не украсили, это как панорама, он попросил проходящего мимо мужчину сфотографировать его. Он сфотографировался, даже, а потом, когда начал фотографии рассматривать, цифровое табло со временем у него на задней диване. А время какое, вы думаете, на этом таблое? 13-20. Потом он мне прислал кучу вот таких вот 13-20. И вот это тоже из его записки мне. Виталий Алексеевич вот еще посмотрел количество медалей на Олимпийских играх. Золотых медалей 13, остальных 20. И так далее. То есть, действительно, мы не всегда до конца понимаем, как устроено мироздание. Ну и 13-20, видите, если вы стрелки часов представите себе 13-20, то это взгляд направо. Но вы знаете, из древнего Египта еще эта матрица работает. Запад, город мертвых. Восток, значит, другая линия. Поэтому старайтесь, если у вас дома, в кабинете какие-то картины висят, то взгляд людей, направление движения парохода, бег лошади, он должен быть слева направо и снизу вверх. Вот такая позитивная информация в этих картинах. Ну, а вы знаете, что если вы посмотрите глянцевые журналы любой страны мира, то всегда, на всех часах, в 99,9% случаев, будет одно и то же время. 10 часов, 10 минут. И вот сегодня, когда мы вошли на кафедру туризма, там у них часы, все эти, мировое время показывало. Я ребятам говорю, ну, посмотрите, какое время. Время было 10 часов, 10 минут. 10 часов, 11 минут. И я, значит, тоже так интересовался, откуда городе. Ну, вот ведь, ассонские там часы тоже показывают. Тоже, но они показывают вот на вершинку пирамиды, да, курс. Вот, это закрепление топливитарной системы управления обществом. Ну, и как бы демонстрация скоординированных сил в этом направлении, в направлении сохранения толпы элитаризма. Я в свое время в Соединенных Штатах посещал масонский комплекс Джорджи-Вашингтона. Это под Вашингтоном, улица Андрея, там рядом совершенно с Вашингтоном. Огромное здание, где там все мистично, количество этажей, высота здания, там 13 в квадрате и так далее. Ну, и вот, так мы попали в это здание. Ну, это такой достаточно низкий уровень посвящения. Третья степень, да, пятая степень, а там звезда, пятиконечная. Тридцать третья степень, это двумлавый орел. Если я был когда в Толссен, это нефтяная столица Америки. Там в центре Толссен холм огромный, и фотография есть там, наверное, на фоне этого холма. Здание стоит очень красивое, с такими вороненными фасадами. И везде как бы такая мистификация дверей, но из всего там десятков дверей, только одна дверь открывается, и там тот, кто не знает какая, там сложно понять, те же это двери. И на фасаде этого здания огромный фасад, и очень крупным планом нарисован двуглавый орел, кинжал, на котором он сидит, и написано. Мейсон, Скотланд, ну, шотландский ритуал, тридцать третий градус посвящения. А когда я в этом мемориале Джорджа Вашингтона оказался, по первому этажу идем, и заводит меня в одну из комнат, такая самая подвесная, огромные стоят напольные часы, и смотрю, они показывают вот это время. Ну, я прикинулся, что я как бы не в курсе вообще. Я просто спрашиваю, а вы, ну, смотрю, что часы стоят, видно, что они стоят. Я спрашиваю, а вы не подскажете время, почему эти часы показывают такое? Ну, вы знаете, нашу масонскую ложу первый возглавлял Джордж Вашингтон. И он здесь жил, это его как бы кабинет, и в момент, когда он умер, часы остановились. И вот с той поры, как они остановились, они вот так и стоят. Вот примерно такая версия, которую я получил в этом мемориале Джорджа Вашингтона. А дальше уже, видите, вот такая ориентация на то, что если часы эти в любой стране мира, причем даже вот зайдите в Ваш любое часовое управление, я не знаю, кто это вы их как устанавливает, но в самых даже вот деревенских магазинах часы, когда уступают в продажу, они тоже устанавливают это время. А журналы во всех странах мира. Вот откройте рекламу часов, там всегда тоже будет. Вот, но у нас свое время, видите, у нас 13-20. Ну, я не буду говорить о приоритетах, все знакомы с этой информацией, 6 глобальных приоритетов управления. Я только хочу сказать, что война с русской цивилизацией, она лишь вот в этом году вышла на уровень 6-го приоритета. Но если Вы посмотрите внимательно сейчас на все остальные приоритеты, то на всех этих приоритетах она велась как бы в полный рост, в том числе на Украине. Это первый приоритет, это второй, посмотрите, что там творилось, да, там, с мировой войной и прочее. Сталин вроде эту войну начал, не Гитлер, поэтому Сталин, видите, там, вот Сталин, там, не знал в начале войны, не ожидал, проспал, да ничего, Сталин не проспал, он все абсолютно знал. Но если бы Сталин проявил активность в первые 2 часа, то тогда точно это было бы квалифицировано, как мы начали войну. Матрица-то одна и та же. Посмотрите, в Грузии. Россия начала войну с Грузией, да, и все абсолютно уверены на Западе, что это так было. А почему? Потому что разрыв был там буквально часами. А Сталин выдержку дал не часами, а сутками. И поэтому там не удалось никак пристегнуть Сталина. Тем не менее, вот эти попытки предпринимаются. Ну, идеология тут понятна. Все телевизионные матрицы, посмотрите, времен, когда чего-то в стране созидалось, и сейчас. Мировые деньги, об этом мы уже говорили. Ну, и генное оружие, и военное оружие. Конечно, оно применяется, военное оружие, тогда, когда уже все остальные приоритеты запущены. И вот, говоря о русской цивилизации, я хотел бы сослаться на Валене Ачукутина, который прекрасно понимает эти вопросы, опираясь, в общем-то, на материалы концепции общественной безопасности. И неважно, как он на них опирается, читая и изучая эти материалы самостоятельно, потому что есть его отзывы на материалы концепции письменные, когда он работал председателем ФСБ России. Но работает и эгрегориально-матричная система информирования. То есть, когда любая мысль, которую вы для себя озвучили, которую, ну, для себя даже внутренним голосом, или вы где-то разместили, а это уже становится достоянием глобальной вселенской информационной матрицы, и кто-то уже может обращаться к этой матрице. Вот. Ну, в общем, когда мы были, допустим, на встрече с Аимомой, об этом уже известная информация, наверное, но там действительно по 6-7 тысяч каждое утро спрашивающих его увидеть хотя бы издалека, в первый и второй день он подошел к нам и увел к себе, чего не было в истории своей бабы вообще. Вот. Его сайт был бог.ру. Вот. И когда он подошел к нам, мы с вами, он действительно ходил к каждому и рассказывал, что, чего, кто, что, кто за семья, давал советы. Вот. Когда к нам подошел и сказал, вы на правильном пути, вы объединили на одной идее, я вам буду помогать, поскольку вы в русле Божьего пропоста. Ну, примерно так, в Евгейске. Вот. Ну, я так долго не могу, как он будет помогать. Но вот я смотрю, что мера понимания нашего президента, она на сегодня соответствует, в общем-то, материалам, проработанным в концепции общественной безопасности. Другое дело, что может ли он свое понимание трансформировать через тот человеческий потенциал, который его окружает? Ну, часто говорят, ну, что вы, вот там, ну, надо, что же он не понимает, что надо этого человека снять, но он этого-то снимет, а вы уверены, что на его место найдется другой, который будет более эффективен? К сожалению, это не так просто. Кадровая база должна готовиться не на конъюнктурной волне, как сейчас, там рвутся во власти конъюнктура, а дальний, оказывая, кадровая база и дальний кадровый резерв, он должен готовиться не в контакте с властью, а в совершенно других форматах. И, собственно, сейчас этот процесс идет, когда готовится альтернативная кадровая база, новые концепции управления. Но, значит, это процесс такой очень непростой. И когда Путин чего-то не делает, то это не значит, что он не хочет этого сделать. У него просто информации гораздо больше, чем, скажем, у любого из нас, да, и у любого из вас. А, следовательно, не нам, к сожалению, здесь судить, почему он не сделал то или иное действие. Потому что за тем или иным действием может попросту начаться мировая война. Такое тоже сегодня не исключено. Вы прекрасно понимаете, что Соединенные Штаты это сегодня, как говорится, стреляный летчик, и терять им уже нечего, они вынуждены будут пойти домой. На любое действие, если будет к этому быть какая-то предпосылка. Вот, поэтому он однозначно заявляет, что Россия не будет существовать без защиты своего суверенитета. Она либо будет независимой, либо ее вообще не будет. Вот, альтернатива. Ну и вот по киевским событиям позиция Путина нас постоянно пытаются загнать в какой-то угол. За то, что мы имеем независимую позицию, за то, что ее отстаиваем, за то, что называем вещи своими именами и не лицемерим. Россия оказалась на рубеже, от которого не могла уже отступить. Если до упора сжимать пружину, она когда-нибудь с силой разорвется. Надо помнить об этом всегда. Это помните то, что мы говорим о цивилизационной гормошке России. Ее сжимаешь, сжимаешь, она шлеп и стала такой. Ее еще раз сжимаешь, сжимаешь, она стала такой. Сейчас еще что-то сжимаем, она до Атлантического океана как бы так сказать может продвинуться. А Европа может стать восьмой федеральной округой. Масштабы примерно таковы, которые предлагают нам войти в состав Европы. И вот видите, даже в Коране такие очень любопытные как бы иногда просматриваются пожелания по украинским событиям. Разве не знал он, что Бог видит? Так и нет. Если он не удержится, мы схватим его за хохол. Хохол лживый, грешный. Это устами Бога, если угодно, предупреждаются те, кто варит украинский сценарий. Но Тюнчев тоже, чтобы вы понимали, что ведь вот то, что происходит сегодня, это так было всегда. Потому что нам надо понимать, что мы живем в ситуации, когда Россию постоянно пытаются истребить этот... И Тюнчев, я вам прочитаю его стихотворение «Два единства». Но скажите, что это не о сегодняшнем дне. Там все до последней буквы, это просто вот сегодня написано. Одно слово поменяю в сегодняшний день, а так вот послушайте. И с переполненной Господним гневом чаши кровь льется через край, и запад тонет в ней. Кровь хлынет и на нас, друзья и братья наши. Весь русский мир, сомкнись прочней. Единство возвестил оракул наших дней. Быть может, спаяно железом лишь и кровью. Но мы попробуем его спаять любовью, а там увидим, что прочней. Вот паять любовью, это очень кропотливое дело. Это настолько кропотливое дело. Вот американцы, они быстро там приехали на континент, перестреляли всех индейцев и все сделали там единую Америку. А мы так ни разу не поступали за всю историю нашей цивилизации. Куда бы мы ни приходили, и как бы к нам ни относились, мы всегда заботились о тех, кто к нам приходил и входил больше, чем о себе самих. Посмотрите историю Советского Союза, кто развивался. Я работал в ту пору, вот в начале первом столе Ленинского райкома партии Петербурга, потом секретарем Ленинградского горкома. Вот приезжал, допустим, в Латвию. Ленинский райком, по противным билетам. И проезжал по предприятиям Латвии. Я был в шоке просто от увидения. Это завод ВЭФ, это завод, выпускающий эти микроавтобусы. Это, значит, Зиндерс, уникальное совершенно предприятие, Рибис Бальзамос. Там просто приходишь, это просто, это такие деньги, такие вложения, все это крутилось, как шестеренки заведенные. И в России этого не было. Точно так же, как развивались и все остальные страны. Поэтому, да, паять любовью, это очень непросто. Но вот именно об этом говорит очень свое другое происхождение. Потому что мы не можем жить по принципу Соединенных Штатов. Цель оправдывает средства. То есть, вот у них там цель такая произнесена, нелепая какая-то, демократия, гласность, еще там что-то. Вот. И они говорят, вот под эту цель мы все должны зачистить, всех уничтожить. Ну, вот наша цель такая святая. И они этой целью считают, что она правда выедет любые средства. Но мы живем в другой концепции глобализации. У нас цель оправдывают средства. То есть, мы не можем к благородной цели идти вот теми методами, которые применяют Соединенные Штаты. Мы можем паять только любовью. Это очень тяжело, но это можно спаять на друга. Посмотрите, тюнь, человек, что сегодняшний день, то есть, чтобы вы понимали, что ситуация не изменилась. Она и тогда была такая. Ложь воплотилась в булат каким-то божьим попущением. Не целый мир, но целый ад тебе грозит неспровержением. Красиво обращается. Все богохульные умы, все богомерзкие народы со дна возлились в царство тьмы во имя света и свободы. О, в этом испытании строгом, в последней руковой войне не измени же ты себе и оправдайся перед Богом. Вы посмотрите, как замкнулись на сегодня наши псевдопатриоты с нашими псевдолибералами. Кто сегодня самый посещаемый на ультралиберальных сайтах? Возьмите там их и Москвы или русская служба новостей. там Параханов не сходят с их страниц. Там вот этот великий революционер каждый день, кроме того, слушаю, надо знать, как говорится, что против нас применяется. И они всегда так, они там сейчас самые желанные гости. Потому что ситуацию нужно разогреть, нужно разогреть. И они, каждый решает свою задачу. одни там, так сказать, подогревают наших, другие подогревают украинскую сторону. Решается задача в одной. И слава Богу, Путина, благодаря его навыкам восточных единоборств, есть умение стараться решать некоторые вопросы за счет энергии самого же противника, чтобы он своей энергией, как было с Крымом, он же решил этот вопрос сам. То есть не надо прилагать усилия, надо использовать его энергию. Поэтому, вот чтобы оправдаться перед Богом, нам важно выйти на ситуацию, когда мы сможем предотвратить глобальный военный конфликт. Я не буду здесь давать вам определения, но очень важно и я обращаюсь уже к вам как пропагандистам, хочу сказать, что очень точно должны давать все определения. Мы должны четко, особенно на Кавказе, различать, что такое патриотизм, что такое национализм, что такое нацизм и что такое фашизм, который никакого отношения к национальности вообще не имеет, но в основном здесь аудитория, которая знает существо этих определений. И, конечно же, чего добивается запад страдуточки? Он добивается утраты человечности в биовида человек разумный. Истребить нужно человечность, истребить нужно совесть, истребить любые поиски диагена, когда он говорил, ищу человека. Потому что действительно Бог лишь задумал сотворить человека по образу и по подобию, а сотворил ты его только по образу. И вот Запад богоморчеством занимается, потому что у Бога замысел был, чтобы человек подобие в процессе жизни получал. А задача Запада противостоять всячески. наша задача как раз добиться того, чтобы человек жил по совести и в ладу с Богом. И самое главное, что может объединить Кавказ сегодня, как и человечество в целом, как и в общем-то конфессии разных направлений. Мера понимания концепции общественной безопасности она не позволяет нам видеть в ком-то врага, с кем-то бороться, с кому-то противостоять. Это не наша задача. Мы просто даем информацию, причем даем информацию с очень высокого уровня понимания. И совершенно недопустимо, как это иногда делалось, какое-то противостояние с церквями любого вероисповедания, с духовенством. Почему? Потому что мы живем в очень непростой век, и он точно отображен еще словами Некрасова в опыте «Жестокий век крови и меча на трон земли посадил банкира, героем сделало палача». Так вот в этот век именно церковь все-таки сохраняла представление о том, что есть что-то помимо человеческой воли, есть что-то, что над нами. И вот эта вера в Бога у каждого в своем ритуале, у каждого по-своему, она тем не менее сохранилась сегодня у всех народов. 21 век это век, когда для всех абсолютно конфессий должно быть характерно состояние, когда люди будут переходить от веры в Бога к вере в Богу. Пропадает лишь одна буковка, но радикальным образом меняется смысл происходящего. вера в Богу это вы сами понимаете, это вера в то, что если ты ведешь себя по-божески, то Бог начинает тебя сопровождать, ты оказываешься в русле божьего промысла, и Бог предотвращает любые нехорошие случайности, которые могут с тобой произойти. Поэтому вера в Богу должна быть характерна в равной мере для любой конфессии, представленной на Кавказе. Кто будет против веры Богу? Христиане, да извините, почему, какой же христианин, если он не верит, что Бог ему будет помогать, если он сам по-божески верит? Что мусульмане против веры в Богу будут? Что там иудеи будут против веры в Богу? Вот собственно ключ к межконфессиональному сотрудничеству, и поэтому я хотел бы, чтобы вот эту тему может быть как-то здесь у вас очень много людей подготовленных, пропагандистов, чтобы вы обязательно как-то вынесли на обсуждение духовенства Кавказа по поводу того, как объединиться в достижении вот этого нового состояния души, которое называется вера Богу, характерный для любой для любого госпитания. А пока путь промысла его неведом потому, что вера есть в него, но веры нет в его. Тогда я верю в Бога, да, ну там где-то он что-то есть, но ко мне это какое-то отношение. А когда вера в Богу, то она начинается со взгляда на себя. О, я верю в Богу, а значит я должен вести себя по-божески в соответствии с Божьими заповедями. надеяться на то, что Бог будет сопровождать меня. Вот поэтому главный человек, как первый праздник, единственный, когда человек родился и появился на свет Божий. А второй праздник, когда он понял, зачем он появился на свет Божий. Если не понимает, зачем он пришел, думает, что это просто бабки срубить и там вкусно поесть, ну это как бы не жизнь. И тогда мы сталкиваемся с ситуацией, идет в свое время и характеризовала, что старость в детство нас приводит к пустяки, до самой старости мы дети, вот в чем дело. То есть мы должны выйти из этого детского понимания своей миссии и роли человека на земле и понять смысл нашего пребывания здесь. Мы находимся здесь в одном из лучших музов России в Аграрном музее Ставрополя. И я сегодня выступал с лекцией перед профессорским преподавательским составом и говорил, что особая миссия у Аграрных музеев, потому что и наши преподаватели, и наши студенты взаимодействуют с природой. А если посмотреть честно на происходящее, то ведь возьмите Библию или Коран, это же не факт от Бога, это какие алкогольные вещи. И по многим вопросам у них разные взгляды. Библия говорит, что давай деньги под процент и будешь жить хорошо, а Коран говорит, что деньги под процент это самый страшный грех. Коран запрещает потребление алкоголя как самый страшный грех азарт не игры Библия, спокойно на это смотрим. То есть истинное писание, аутентичное, как говорится, это природа, это творение Божье. Хотите понять замысел Творца, выглядывайтесь в природу, а природу изучают в Питере 100 вузов, а вузы, которые как-то связаны с природой, на пальцах одной руки перечитают. Поэтому особая миссия на гранат университетов. Ну и конечно же не допустить очеловечивания человечества, это основная задача, которая решается сатаром, и который должен противостоять в том числе и Кавказ. Но что Ключевский посмотрите, еще в свое время подметил, что теперь подпедагоги разумеют под человеческой природой, есть только неестественное извращение человеческой природы, и культурное животное, обечавшее человек. Потому что проводились опыт, я помню, сладина меня там будет, на обезьянах. Когда их научили пользоваться монетами, то они организовали общество, которое мы с вами живем. Диоген, помните, искал человека очень долго. Сейчас, к счастью, прорабатывается такой документ основы государственной культурной политики. Но мы с вами знаем прекрасно, что культура вторична. культура может формироваться в рамках той или иной концепции. И если речь идет о разработке основ новой государственной культурной политики, и Путин поставил свою задачу перед Владимиром Ильичом Толстым, тоже много мистик, Владимир Ильич Толстого и Толстого, то значит серьезные времена наступают. И он как раз говорит о том, что не так важно, что написано в графе национальность, важно, как человек сам себя идентифицирует, важно, кем он себя считает, важно, какие основополагающие культурные принципы у него заложены с детства, в какой среде он воспитывался и на что он ориентируется в морально-нравственном плане. В этом смысле, конечно, нам очень важно создавать единое культурное пространство. Вот так ставит задачу президент и сегодня теми, кто ведет эти проблемы, в частности, его встреча с советником. То есть, понимаете, это высший пилотаж, это высшее меропринимание происходящее, потому что ведь визг начался сразу среди либералов было. Как это? Какая там культурная политика? Культура это, так сказать, надо делать то, что деньги приносят. Какая это может быть политика? Вот если платят, значит это культура, а если не платят, это культура. Но в этих принципиально разные походы от того, что утверждает Путин. И вот как ему удается буквально во всех сферах жизни выходить на такое понимание, когда говорил нам Саи Бабар, что я буду помогать. Я так думаю, он не пустобрех, как он будет помогать? Но я вам скажу, что у меня во сне были две, наверное, очень продолжительные встречи с Лаимом Путиным. Один раз в электричке вместе ехали, второй раз на бильярде играли. Ну и такие в основном когда делать нечего. И вот я там все рассказал, что мог так 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 что мы не знаем как вирус строить и просто можем догадываться. Но я убежден, что никакая информация, которая озвучивается, она как в свое время Пушкин говорил о том, что никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. И если мысль озвучена, то все ее уже больше не спрячешь. у нас является достоянием гроздами. Поэтому вчера мы на встрече с молодежью я выступал здесь перед кавказской молодежью на слете и там тоже очень разные вопросы затрагивались и я вижу, что молодежь тоже сейчас совершенно уже в другой мере понимания находится. Но это я говорю о нашей цивилизации. Ну а вот пожалуйста вам Франция. Вот совсем недавно школьников Франции заставили прийти всех занятия в женских лубках. мальчик стоит и все это делается как все это делается под флагом толерантности. Мы как-то мой проректор на работе выступал в Кубанском университете там обсуждал эти вопросы воспитания и вот там мы давали расшифровки толерантности. Потому что если вы посмотрите изначальный смысл слова толерантность толерантность это отсутствие иммунитета по сути в организм может проявить вникнуть вирус какой-то но нормальный организм должен иметь защитный иммунитет и не допускать чуждый ему вирус в свою систему. Если человек поражен и больной то это состояние характеризуется термином толерантность то есть когда вирус беспрепятственно попадает в ее организм толерантность которую нам сейчас очень активно навязывают это как раз отсутствие иммунитета социального такого когда мы глотаем все подряд ну ребята там вот гомосексуализм вот ребята это вы должны быть толерантны вы должны это все воспринимать Путин помните об этом сказать да вы что там говорите это у вас там в Европе могут геи вы на Кавказ приедете там вас всех перережут и это действительно так и значит и мы должны понимать что есть явления абсолютно чуждые нашему духу нашей культуре и ни в коем случае не допускать толерантность самое страшное что может допустить это толерантность которую нам очень искусственно навязывается я как-то давно на Кавказе был какой-то хрупный Урал я там тоже выступал и вот там вот толщины по толерантности отчет из Москвы привезли там за пару миллиардов рублей выполненные но вот тогда я еще не до конца понимал слово новое было интересно значит как толерантность такую разработали вот а вообще внедрение в общественное сознание абсолютно чуждых идей она эта технология отработана идеально если вы в интернете наберете в поисковике окно Авертона то это выручить там детально расписано политика теория пошагового внедрения социальных явлений то есть то что вначале абсолютно немыслимо там на примере приводится человекоедение допустим ручка как-то человек человеческий потом начинает где-то высказывать какие-то радикальные мысли звучат потом начинается а вот по мнению британских ученых а потом а вот вы знаете а вот такие такие композиторы они были вот такими и начинается приводить примеры исторические такие знаменитые а потом да это вообще-то разумно потом это становится популярным политической нормой а если вы против этого выступаете то вы уже вас надо на костер вы преступник как это так вы не толерант вы что гомосексуализм осуждаете да вы что вот я пытался учебник один писали и я там приводил пример что есть преступность а есть порочность и вот такой абзац там был что ну к примеру возьмем гомосексуализм не так давно он был преступен и вот предметом один из в Питере из режиссеров театра получил семь лет тюрьмы да вот а сейчас это неприступно но я говорю что это и тогда и сейчас порочно потому что это противоречит божьему пропуску редакция отказалась публиковать эту книгу вы выступаете против гомосексуализма вы значит абсолютно неподготовленный человек к современному восприятию мира и они реально отказали на публикации я расскажу что для нас это порог ручность вот конечно мы с вами должны очень серьезно понимать все происходящее в системе образования потому что когда у нас в 57 году полетел спутник вдумайтесь 12 лет прошло с момента окончания войны 12 лет всего сколько мы с вами перестраиваемся это 12 лет все было уничтожено все разграблено все разбомблено лучшие силы наши погибли в войне вся тема летит спутник американцы были в шоке происходящего как так потому что Америка только жрела на войне и вот тогда они детально исследовали происходящее и они искали причины в разных обстоятельствах потом они зацепили из образования в 58-м году я думаю что тоже в интернете это вот здесь источник даже у меня проведен был месячный проведен такой эксперимент ребята не знали об этом друг о друге но были подобраны два школьника старших классов наш это Алексей Куцков он и сейчас жив чуть за 70 жив здоров и американский Стефан Латекас значит школьник и посуточный мониторинг шел их значит стереотипы поведенческих привычек так сказать отношения дела и выявили что наша система образования так ставила вот этого школьника что он с утра до вечера был все время занят он очень ответственно работал на занятиях после занятия он занимался там самой подготовкой читал литературу в оригинале на английском значит играл в волейбол там так сказать занимался спортом и не минуты вот просто такого праздного времяпровождения и наоборот американский школьник у них уже тогда вводилось пожевать что-нибудь на уроках выйти погулять немножко если устал это под флагом дипократии свободы детей нельзя строгость не держать вечером у него с подругой встречи на два часа потом время безделья постоянного и тогда американцы поняли что в чем как говорится главное и тогда была поставлена задача если мы не развалим систему образования России то мы расстанем навсегда и вот с той поры идет реформа системы образования все это называется реформой и я конечно государственные служащие строго действую в рамках как бы так сказать тех требований которые мне предъявляются но в душе я понимаю что происходящее в общем-то стратегически неверно и об этом же с удивлением я прочитал у нашего председателя центральной избирательной комиссии Чурова его встреча со студентами где он сказал если говорить моем личном мнении я бы отменил все реформы которые проводились в системе образования и вернулся бы к той системе образования которая была в Советском Союзе но это все-таки фигура политическая понимание есть как мир устроен хитро что понимание есть а караван и делает вообще в образовании самое главное что мы с вами должны понимать в чем задача система образования особенно как мы знаем после смены логики социального поведения когда скорость обновления технологий превзошла скорость обновления поколений поколения каждые 25 лет меняются технологии они очень долго не менялись тысячелетиями каменной так вот столетиями паровой двигатель а сейчас за время жизни одного поколения все меняется так вот сейчас особенно актуальна мысль Монтега о том что ум хорошо устроенный лучше чем ум хорошо наполненный наполненным можно было жить как бы так сказать сто лет назад получил некие знания мир не меняется тебе их хватало а сейчас наполнил чем-то свой ум в университете а дальше что через пять лет это уже никому не нужно все устарело значит ум должен быть не хорошо наполнен а хорошо устроен а как устраивается ум хорошо а для того чтобы устроить ум хорошо нужно изучать в равной мере все предметы физику математику химию литературу русский язык иностранный язык абсолютно вне зависимости пойдешь в журналистику или же пойдешь на металлургический комбинат а почему а потому что у нас есть правое полушарие и есть левое полушарие они абсолютно автономны по функциям эти функции вообще не пересекаются правое полушарие делает одно предметно-образное мышление левое полушарие другое значит другие функции совершенно и самое главное это взаимодействие двух полушарий вот что должно дать школу поэтому абсолютно нелепо делать то что делалось в Америке когда ребенку там уже вначале ну этот журналист математику ему не давать физику не давать вот они и давали получили сейчас поколение у себя ну вот вне зависимости от того где ребенок должен будет работать он до 10 класса должен изучать в равной мере все абсолютно предметы только тогда мы на выходе получим ум хорошо устроенный потому что физика и математика поставят одно полушарие русский язык литературы построит другое полушарие одновременно изучение организует взаимодействие этих полушарий и на выходе мы получим человека который потом после небольшой специализации будет успешен как в строительстве космических кораблей так в написании книг и в журналистике он не будет нести тот бред который мы сегодня слышим со стороны журналистов когда Владимир Владимирович Путин значит каналу Эхо Москвы помните он говорит ну я вообще-то не слушаю конечно вас но вчера случайно утром включил радио вы знаете ну там такое несут как же такое можно за государственный счет ведь вы же компания значит Газпромовская вы посмотрите что вчера говорила она говорит что да подумаешь там значит станции про будут размещены на наших границах ну что такое это же нам-то какая разница это же их станции неужели человек не понимает что время подлета ракеты на станции оно определяет все боеготовности и все остальное я говорю никогда не поверю что это не понимают это делается по заказу наших военных противников по-другому это он говорит после этого Венедиктова опять переутверждает в роли главного редактора но я хочу сказать что я тоже слушаю Эхо Москвы я хочу сказать что если эту радиостанцию передать в пользование Госдепу США вот просто ну сказать все ладно вот Госдеп США ну и все погляд давайте приводите людей подбирайте и управляйте самим деньги платите пусть работает вот этот канал теперь под вашим локовозом качество борьбы с нашей Россией на порядок слизится то есть там настолько филигранно и тонко ведется антироссийская пропаганда в каждом слове в каждом предложении в каждом посыле но ведется тонко с учетом понимания психологии русского человека когда вроде так правда вроде так не совсем вот всегда вот по этой грани американцы не могут их пропаганда она абсолютно не работает ну что это самое нуланд будем слушать так это же анекдоты только порождаются то есть кто работает против США так это их пропаганда а наши они работают против России насколько тонко и искусно что американцам это и не смеется вот это к тому что украинские события они очень активно готовились на всех остальных приоритетах и кстати они мало чем отличаются сценарии украинские к сожалению от тех сценарий которые реализуются сегодня в России то есть потому что если посмотреть на олигархи постоянный показ этих фешенебельных вилл самых разных здесь живет вот такой певец это же ну как это можно объяснить кроме того что хотят возбудить недовольство населения это же но человек который еле сводит концы с концами и у которого дети голодные ему поесть ничего он включает радио там дети смотрят папа а как же так смотри а мы-то как же ну это же абсолютно очевидное целенаправленное разжигание вот такой ненависти как бы так сказать к и разжигание ненависти такой внутри российской поэтому это вопрос времени если мы не изменим свою внутреннюю политику то украинские события гарантированы просто потому что ни одного отвлечения вот посмотрите по всем статьям как может быть деньги побольше вкладываясь в деле наши несчастные блокирования допускаем но методы механизмы они ничем не отличаются абсолютно часто говорят ну вот вообще ну вот концепция безопасности ничего не меняется но вы знаете вот те заявления которые делает Путин они страшно с ней не приснились бы западу о том что такое возможно озвучивать в России еще с уровня президента и вот второе свидетельство 31% совершеннолетних граждан России абсолютно не употребляют алкоголь сегодня кто абсолютно не употребляет алкоголь это не общество трезвенников они сколько боролись настолько и наборолись отказаться от алкоголя можно только на мировоззрительском уровне когда человек поймет что алкоголь это генное оружие вот человек который готовый пистолет на себе в висок выстрелить тот же человек способен и рюмку лодки выбить для людей нашего круга кто знаком с концепцией представить себе что человек в течение жизни сделает платок алкоголя но если он действительно подал смысл концепции то на мой взгляд это абсолютно нереально и вот на сегодня вот это 31% это абсолютно новое явление когда я был в возрасте так сказать после студенчества и постарше потом у меня не было ни одного человека я не знал кто бы не употреблял алкоголь сейчас в моем окружении нет человека который бы употреблял алкоголь так что вот это на мой взгляд свидетельство тоже иллюстрация любопытная это я перед отъездом вот видите буквально раз газета попалась но это же частность наш выпускник выпускник строительного факультета аграрного университета создал компанию значит экологичные дома говорит что вызвана стратегия не стремлением следовать моде а образом жизни основателя Алексей глупаков он вегетарианец не пьет и не курит и старается подбирать таких же сотрудников вот это реальное событие потому что я действительно всем студентам читаю лекции по мировоззрительной безопасности и говорю ребята что ладно вы но если у вас рядом с вами работающий человек курит то вы получаете наводки эгрегор и сэгрегор и у вас компании все равно будут происходить те или иные нехорошие случайности вы будете думать что у нас же не повезло а в действительности это просто элементарная наука сэгрегор гулящика ну вот сегодня подробно вы говорили мне очень приятно что здесь мы взаимодействуем со Ставропольским университетом с нашим архитектурно-строительным университетом и как-то пытаемся продвинуть национальную идею от коллапса мегаполисной урбанизации к комплексному ландшафтному усадебному усвоению жизненного пространства России но на этой теме не буду останавливаться поскольку она так достаточно подробно излагается в разных местах скажу лишь одно что вот я сегодня побеседовал с руководителем вашего молодежного правительства с аспирантом значит Ставропольского университета который является основным связующим звеном по этой концепции с нами и попросил Трухачева Владимира Ивановича все-таки подумать о возможности реализации такого пилотного проекта на территории Ставропольского края тем более что у вас новый губернатор ему понятно надо что-то свое принести в край и если подключить руководство страны на территории вашего края реализовать такой пилотный проект почему я вот здесь конечно своя рубашка вроде ближе нет сначала мы думали как полеиградской области но настолько благодатные края ваши что у вас это можно реализовать более эффективно и более грамотно а потом уже можно для других зон но то что у вас это заработает безусловно речь идет о чем что мы должны предложить образ жизни человечества в 21 веке это не в 15 этажах с уничтожением своего генетического потенциала дети бегают по земле здесь я живу здесь мое место работы здесь мое место отдыха передвижения только на велосипедах машин нет и вот эта зона там диаметр 5 километров примерно где все есть выращивание продукции хранение переработка там же зона для очень богатеньких которые вложатся в этот проект Будь здоровка потому что они тоже хотят чтобы у них здоровые дети были и за питание которое сегодня выросло а вечером я его съел готовы сегодня платить сумасшедшие деньги я вам приведу пример по Соединенным Штатам сегодня молоко в Соединенных Штатах от коровы которая ела только траву в три раза дороже чем молоко традиционное вот видите как случайность работает только упомянул вашего аспиратора кто не знаком я вам ее представлю значит который как раз вот идею ландшафт просадебной организации продвигается в Ставропольском университете постоянно бывает у нас с нашими ребятами взаимодействует ну если я говорю что мы там включим молодежное правительство ваше наше губернатора Ставропольского и особенно если Владимир Иванович Трухачев конечно за эту проблему возьмется то я убежден что мы с вами с такими задачами справимся ну хочу сказать что информация наша растекается из всех стран мира к нам приезжают вот Дон Рус вот его фотография такой у него книга написана духовная экономика вот он приехал ко мне привез свои книжки мы там долгсть переговоры вели вот это то что я поговорил тоже информация я вам оставляю ссылку на сайт называется обезьяний бизнес действительно научили обезьян пользоваться монеткой то есть показали как монетку заработать чтобы заработать надо там очень тяжелый груз там поднимать сколько у тебя монеток вот потом за эту монету можно бананку за эту монету там мандарин за эту монету 2 мандарина они очень быстро эти досвидyty все разновались какая монетка туда тут же где все вот но общество у них сразу слоилось значит появились обезьянки которые сидят, дергают и работают с утра до ночи. И монетки там были прячут, а второй сидит там и ничего не делает. Потом посмотрел, ага, накопилось, раз там у него, отобрал монетки и убежал. Потом начали выстраивать межполовые машины, там самочки тоже привередливые, все там таскать. Вот он поработал, поработал, монетка. Подходит, пару монет и снимается проблемой. То есть получилось, что наши либерально-капеллистические отношения, они ничем не отличаются от тех отношений, которые выстраиваются в обезьянной стае. Так человек-то что, живет и по сию пору, как говорил и мастер Маргарите, только что за 2000 лет так и не изменился ни в чем. И мы по-прежнему обезьяны, по сути своей. Или все-таки у человека должны быть какие-то цели, какие-то нравственные устои, какая-то совесть. Пока, к сожалению, исследования американских ученых проводили, правда, опыт и опыт и японец, по-моему. Но это в Йельском университете проводились такие эксперименты. И выстроилась вот система один в один с теми, которые есть сегодня в обществе. В Китае проходила конференция «Марксизм в меняющемся мире». Вот я там выступал на пленарной сессии с докладом, и я и выступал профессор в нашей университете, это Зазновин Владимир Михайлович. И с большим интересом это все было воспринято, поскольку на следующем слайде первый вице-премьер Китая Ван Ян справа в очках, он справа отменяется губернатор Санкт-Петербурга, а мое рабочее кресло, портрет Александра Сергеевича Пушкина уже 20 лет висит за моей спиной, тоже экономично менять портреты не надо. И вот такой визит на полтора часа, он тоже о многом говорит. И вы с ним обсуждали самые разные вопросы. Вопросы энергоиспечения валют, и в том числе вопросы ландшафта усадебной организации. Потому что Китай тоже сейчас пытается загнать в мегаполисы. У них на сегодня 250 миллионов незаселенных никем квартир. А почему раздывают пузырь недвижимости? Деньги не во что вкладывать, то есть куда? В доллары? Неизвестно, что с долларами. А во что? А вот в квартиры. И вот квартиры сейчас покупают не те, кому они нужны, а те, у кого есть деньги. Потому что когда вам говорят, что мы заботимся о народе, строим жилье самым чужим, наберите в интернете, в поисковике квартир, и вам там сотни предложений, любых. И в Питере, и у вас наверняка так же. Проблема в том, что денег нет, а не в том, что квартиры нет. Тем не менее, квартиры строят, и строят, и строят. А почему? А потому что, значит, те, у кого избыток денег, они вкладывают в недвижимость, поскольку доллары неизвестно, что. А квартира, ну вот, все-таки, да. А потом, рано или поздно эта пирамида рухнет. Но сейчас единственный доходный бизнес остался – это строительство. Хотя другие, по-моему, идут в Томяне. Вот это моя встреча с Шеремуратова-какасами, о которой я упоминал. Мы вместе с ними прорабатывали вариант, когда обычное хозяйство, сельскохозяйственное производство, такое разноклановое, в Башкирии, они выпустили на картинке здесь шеремуратики, так называемые, деньги свои собственные. Ну, они не назвали их деньгами, товарные талоны, но не было нечем платить зарплату, значит, люди не могут купить молоко. Ну, понятно, да, цепочка разорвана. Они напечатали вот этих талонов, запустили их в обороты вместо денег и получили увеличение товарооборота в течение двух лет в 12 раз. Представляете, какой ресурс скрывается вот за этой бумажкой, да? То есть я не призываю к тому, чтобы все мы с вами начали теперь свои собственные деньги выпускать. Я хочу привести вам пример, какие колоссальные потенциальные возможности скрываются вот за простой бумажкой под названием деньги. То есть и как, если бы мы не придерживались вот той модели, в которой все поставлено с ног на голову, и в которой якобы деньги все, а все остальное ничто, вот, какие бы возможности для развития могла бы получить Россия? Назарбаев только что заявил очень плотно на работы и с Китаем, и с Казахстаном по этому вопросу. И Назарбаев, ну как статья называлась, вот в интернете тоже у меня адрес есть, Назарбаев объявил войну доллару. И он прямо говорит о том, что нужно вводить новую финансовую систему, и решение об этой системе должна принимать организация уединенных наций. Вот журнал «Россия и Китай» вышел к приезду Путина в Китай. Вот это первая страница журнала слева «Россия и Китай». А дальше идет моя статья, которая называется «Энергообеспеченная валюта как инструмент равноправной бескризисной интеграции». Мы говорим, что деньгам нужно вернуть товарную форму, то есть это не должно быть просто бумажки, а это должен быть документ с подписью, за который кто-то за базар отвечает. Если бумажку напечатал, то ты в любой момент подтверждаешь, что ты готов ее товарить. У США, как вы знаете, даже, я не знаю, дай бог, 5% может быть, есть чего-то, чем они могут товарить, то, что они напечатали. Когда пойдет речь о возврате чего-то за доллары, то один человек там из сотни побежит за чем-то, имеющимся в США. Поэтому реальная интеграция, о которой мы, по крайней мере, говорим. Каждая страна принимает расчеты только в своей валюте. Хочешь рассчитаться с другой страной, вот в таком глобальном армейнике или банк международный, купи валюту промежуточную, а потом за эту валюту купи деньги той страны, куда ты хочешь платиться за того, как он имеет. Заплати в той валюте, в которой, ну, в Китае, в юанях платите. В тенге платите Казахстану, в рублях России. Но если мы заменим доллар на юань или доллар на рубль, то это абсолютно неправильно. Это ничего не меняет. Потому что не должна быть валюта одной из стран, валютой для всех других стран. Это должны быть другие деньги, ну, как, допустим, в СЭФ, переводной рублика, да? Каждая страна в своей валюте. А вот если ты хочешь какие-то провести международные сделки, то будь любезен, купи валюту той страны. А она будет вот в этом нашем банке, через энергонеспечивную валюту, пожалуйста, ты всегда можешь. Если твою валюту, конечно, кто-то тоже будет покупать. Потому что если твою валюту никто не покупает, то есть твои товары никому не нужны, то тогда, конечно, тебе сложно будет купить валюту какой-то другой страны. Ну, важно то, что ты, допустим, поставил товар в Белоруссию, а сам приобрел в Казахстане. Вот в чем смысл такой системы. Ну, я хочу сказать, что вот как работает матрица. Вот мы тоже говорим о этой ленте. Посмотрите, может быть, пару лет назад, или уже даже побольше, я рассказывал об опыте борьбы с табакокурением в Канаде, поскольку у меня там такой мой близкий человек в Канаде жил долго, в Ванкувере. И он мне так сказал, что в Ванкувере невозможно нигде ребенку увидеть сигарету, хоть пачку, хоть дымящуюся сигарету, потому что сигареты продаются только на бензозаправочных станциях, и все они завернуты в непрозрачную упаковку. Ты должен продавцу сказать на ушко, она тебе из-за занавески достанет, значит, завернутую непрозрачную упаковку, пачку и отдаст. И если ты закурил в любом месте общественном, то это тюрьма, что называется. То есть невозможно закурить так, чтобы тебя кто-то видел. Ты можешь курить так, чтобы тебя никто не видел. И ребенок в Канаде не имеет возможности вообще выпить, потому что работает что? Работают не слова, работает импринтинг, картин. Ну, то есть, от слова впечатают, да? Печатаются картинки. И если ребенок видит ковбоя, значит, крутого с сигаретой, то что вы ему не говорите, у него этот образ сел на бессознательное, но рано или поздно захочет быть похожим на этого ковбоя. Вот. И сейчас вы знаете, что с 1 июня как раз такая система изведена. У нас в России я был в шоке, когда узнал, ну, как это обошли табачное лобби, я просто не могу понять. То есть, у нас тоже запрещено торговать сигаретами открыто. То есть, они нигде не могут выставляться. И запрещено курить, там, начинаются всякие байки вокруг. Вот. И точно так же, посмотрите, по экономике. Вот. Я здесь некоторые статьи свои. 99-й год, 2000-2001-й. России нужно торговать только за рубли. Эмиссию доллара обеспечивает Россия только за рубли. Энергорубль отец СНГ, там, и будешь давать, и так далее. Надо мной смеялись. Да это чё, какую ты вообще чушь несёшь, так сказать. Ну, я немножко понимал, что такое матричное управление, что говори, 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 ну, где-то там кто-то слышал, кто-то увидел потом. Где-то это распространилось. И это тогда воспринималось, как полная ахинея. Ну, просто, так сказать, на меня там показывали, крутили палец уискать. А сейчас, посмотрите, все банкиры заговорили о том, что, да, а чё это мы там, за рубли-то мы торговали, надо за рубли. А в 2006 году Владимир Александрович Путин, выступая перед, зачитывая послание Федеральным Союзом, что, а чё это мы торгуем нефтью в Лондоне и за доллар, а не в России за рубли. Ну, даже президент сказал, похлопали. Аплодисменты, дело и закончилось. А вот реальная замена, это изменение информационного состояния общества. Поэтому мы считаем, что неприбыль должна определять наше будущее. И задача нашего университета, мы также видим, это всё-таки понимание необходимости сбережения народа и инновационного развития страны в гармонии с природой. Именно поэтому мы выполнили три договора. По конкурсу выиграли эти договора и выполнили наш университет. Исполнителем был три договора для Межпарламентской ассамблеи СНГ. Три договора по разработке концепции общественной безопасности стран-членов СНГ. И в частности, один из законов предполагает введение новых индикаторов развития. То есть, если до этого прибыль и как бы ВВП и прочее, то мы ввели принципиально иную систему индикаторов. Эти индикаторы начинаются с чего? С сохранения условий для жизни человека. Экология, природа. Это с этого начинается. Вторая группа показателей – это человек, демография и, можно так сказать, демографические проблемы. И только потом те показатели, которые сегодня доминируют. Финансы, прибыли и так далее. Так что, все-таки, от таких перемен добиваемся. Да, дело очень непростое. Конечно, с ружьем быстрее у некоторых получается, но надолго нет. Ну вот на этом позвольте мне тогда завершить. Если у вас какие-то вопросы есть, хотя мы так, в общем-то, информацию приемы у нас, я попробую, может быть, ответить на какие-то вопросы. В Абхазии прокомментируете что-нибудь про ситуацию в Абхазии? Ни-нибудь комментарий дадите? Что там происходит? Это то же самое, что в Украине происходит? Нет, там, конечно, не то же самое, потому что там никаких антирусских и антироссийских настроений нет. Абхазия, к сожалению, больна вот той болезнью, которой больна и вся наша русская цивилизация, включая Россию, когда дела и планы выстраиваются под какие-то кланы, под какие-то персоналии, под какие-то личности. Ведь в конечном счете и Украина, она только на этом погибла, правильно? Переберите всех президентов Украины, и ни один из них ничего, кроме личного кармана, не видел. В конечном счете. Ну, там, что-то обставлялось, какими-то словами, но фактически все работали только на одном. Вот. И как свидетельствует он происходящее в Абхазии, там тоже это присутствует. Вот. И вот такая клановость, то есть, по сути, что может и погубить Россию, это родоплеменное устройство. То есть, когда... А в России тоже сегодня так складывается. Смотрите на детей всех высокопоставленных чиновников, и вы безошибочно угадаете, где они работают. Это просто независимый мир в обществе. Я вам скажу, что он работает или в банке, или в страховой компании, в какой-то такой крупной, или в какой-то монополии. Но он не работает в других местах. Вот. Таким образом формируются вот такие родоплеменные системы. Фактически это возврат в очень далекое прошлое. Допустим, во времена Советского Союза очень много было нелепостей. Но самое главное, это я говорил, что самое главное, что планы должны быть не максимально возможны, а минимально допустимы. То есть, допускать нужно столько, что меньше уже нельзя. А дальше, что хочешь, делай. Но ты сделай, чтобы народу хватало, по минимуму, по какому-то. И план должен быть максимально минимальный. Все остальное должно идти уже нос по этому и делать то, чего. А, извини меня, рассчитали демократические условные потребности и по минимуму озадачили всех. Вот и все. Если бы госплан работал так, то мы бы процветали и по северу. А мы абсолютно нелепые, как бы так сказать, задавали себе варианты развития. Больше, больше, больше. Неважно, что это все потом на помойку пойдет, потому что индикаторы одни. Сколько ты выдал на горах? А это совершенно не нужно. Нужно каждое предприятие было озадачивать как можно меньше. То есть, нет, 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 не в коем случае. Обуви нам не надо столько. Мы посчитали, сколько у нас народу. Не столько, сколько ты планируешь. И война должна была быть с предприятием. Нет. Ты хочешь выпустить миллион пар, не разрешаем. Только 500 тысяч. Все, вот так надо было планировать. А вот 500 тысяч, да, это мы гарантируем, что мы это у тебя возьмем. А дальше мы сам придумаем. Мы ориентируйся. Потому что государство распланировать каждый винтик, каждый воздик, это абсолютно нереально. Вот. Поэтому беда, это, конечно, Абхазия, она связана с этим. А на Украине проблема в том, что Украина никогда не имела своей собственной государственности, исторически просто никогда. Она не имела своей государственности при царе, она не имела своей государственности. Ей Ленин прилезал чего-то, Старин прилезал, Хрущев прилезал, и это была не государственность, они входили в состав Советского Союза, это не государственность, соответственно, ну вот дали им по упражняться 25 лет. Оказалось, что просто, к сожалению, они не доросли до уровня формирования государственности своей, поэтому будущее Украины крайне неопределённое. Еще вопрос можно? Хотелось бы узнать насчет населения западных стран, может быть, какой-то тоже комментарий дадите. Считаете ли вы, что совесть у людей западных стран менее развита, чем совесть, например, у российских граждан и у носителей русской культуры? И есть ли, скажем так, проблема ли это воспитание граждан или это генетическая проблема у них тоже присутствует? Да, ну очень такой глубокий вопрос, конечно, и я близко знаком с самыми разными представителями западной цивилизации, и все-таки мое мнение, что люди от Бога созданы все, то есть совесть от Бога человеку в момент рождения дарована, да, так сказать, вот, поэтому не случайно Кант говорил, две вещи поражают мое воображение, звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас. То есть это просто человек, он от природы так Богом задуман, он рождается и у него этот внутренний нравственный закон. Поэтому я считаю, что как раз западный человек не утерян, да, и в крови и в генетике от рождения все это и есть, но настолько отработана технология зомбирования, что, конечно, они, ну там буквально уже в 10-15 летнем возрасте получают уже закалку необратимую, то есть их вернуть в человечность на порядок сложнее, чем у любого из наших, вот, потому что вот схемы зомбирования, они, ну, чрезвычайно глубоки, и это у них стало уже традицией семейной, потому что у нас, что у нас семья, как бы что ни грузили в телевизоре, там, как бы что ни работало, но семья, она перебивает все. Почему сейчас институт семьи подвергается такому, значит, наезду, да, главное развалить эти семьи. Ну, возьмите, вот у меня сын, две дочки, там, ну, они же живут в том же информационном поле. Ну, представьте себе, что кто-то из них сделает глоток алкоголя или глоток табака, ну, тогда нужно будет мне еще раз приезжать к вам и извиняться, что вот я вас обманул, там, у меня, типа, сын пиво глоток сделал, да, вот, но я верю в то, что это не произойдет, а это плод только семьи и никого больше, вот. Вот, поэтому, посмотрите, здесь настолько тонкие технологии применяются, ведь что вот происходит, там, красивые слова придумают, кстати, вот, той технологии овертона, главное введение новых терминов. Все начинается с введения новых терминов, ну, на Руси всегда было понятно, пидорастинг, да, это абсолютно понятное слово, русское, всем понятно, там, где что-то такое, пи-пи, дерьмо там присутствует в этом все, да, как бы, ну, так, звукосочетание. И вдруг появляется такой гей, там, ребёнок, ну, гей, ну, такое музыкальное что-то, значит, да, да, начинается с подмены терминов, и посмотрите, как происходит, ведь вот говорят, да, ну, семья-то, а зачем брак регистрируют? Гражданский брак это самое нормальное, там, так сказать, и вот с утра до вечера телевидение будет вам пропагандировать, что, конечно, гораздо разумнее гражданские браки, зачем там вам это самое, значит, но гражданский брак, по смыслу, что, где брак регистрируется? В ЗАГСе это и есть записи актов гражданского состояния, то есть гражданский брак, по определению, это брак, который зарегистрирован в ЗАГСе, вот, нет, нам говорят, нет, регистрироваться не надо, надо жить в гражданском браке, то есть, вроде, слово красивое, да, раньше называлось сожительство, а теперь, ну, ты как там, да, вот у меня там сожительница, это я сейчас в гражданском браке, вот, ну, здорово, вот, ну, так, посмотрите, с одной стороны ведется пропаганда, что браки не надо регистрировать, а с другой стороны все пидорасты бьются за дно, чтобы все браки регистрировались, они же ведь, за что борьба-то идет, как это так, да почему вы нас и не регистрировали, мы так любим друг друга, зарегистрируйте нас, ну, вот, куда ни посмотришь, ну, такие вообще, вот, придуманные вещи, когда и лексика какая-то применяется, и, значит, вот эти развороты, когда браки не нужны, а вторень, а без вторень браку вообще нельзя, и вы эти, если браки не заключаете, то вы вообще там, значит, фашист, антидемократ, и еще бог знает что. Пожалуйста. На следующий день стали зубы президента в Сибири, да, и с большим отрывом, когда иди в Башавасе, да, но, как бы, состав некрасивый, можно сказать, да, или как тот человек, который нужен нам в Сибири, да, по такому сценарию можно в Украину привести человек в власть, и чтобы он победил после войны, война будет продолжаться, понятно, да, в Сибири тоже война будет ошла, и в итоге все-таки победил человек, который будет более-менее нас устраивать, да, в Сибири, да, в Сибири, да, и, в общем-то, ну, сказать, как бы, что вот мы там привели к власти, но все-таки, да, наверное, какое-то влияние у нас есть, но, понимаете, теми методами, которыми действует Запад, мы можем рассчитывать вот на Божью кару какую-то прежде всего, да, потому что, ну, так не можно продолжать, да, потому что все равно оно, это просто вопрос времени, ну, вы понимаете, ну, это нелепость все, что происходит в Украине, это все равно у них ничего не получится из-за их плана, вот. Как это будет происходить? И еще раз говорю, самое страшное, это выйти нам на войну, потому что этого они ждут. Вот. У них самая главная беда, что они там не видят российских войск, вот в чем беда. Они не видят нас на выборах, да, потому что мы там не приезжаем, и пирожки никому не воздаем, и не участвуем. Поэтому сейчас, не знаю, там, Путин, наверное, сориентируется, ему говорят, да как там украинский вопрос, ну-ка давайте Порошенко срочно пусть переговаривается с Путиным. Да кто такой Порошенко, что Путин, о чем Путин, Путин-то при чем здесь, ребята, это ваши проблемы. Чего их с Путиным обсуждать? Путин сегодня никакого отношения к тому, что у вас происходит, не имеет. Можете переговариваться с, значит, с Обамой, пожалуйста, там, они вам деньги вводят. Можете переговариваться там на Донбассе, там, можете переговаривать в Адресе, там, еще. А с Путиным-то, что? Нет предмета для переговоров. Вот. Поэтому я думаю, что нам все-таки надо действовать очень тонко, грамотно, потому что, вот еще раз говорю, мы должны оправдаться перед Богом, как Тетчер говорил, прежде всего. То, что мы делаем, мы должны сверять с Богом и говорить, Господи, вот мы все-таки действуем правильно в нашем понимании. Тогда у нас так или иначе все получится. Вы поймите, что то, что происходит сегодня, это не борьба, там, за Украину, там, или это, вот, кто кого там в Украине, или, там, кто США или Россия. Сейчас речь идет о глобальном развороте человеческой цивилизации. То есть, вот, цивилизация, которая была последние 3339 лет, ну, я считаю, от момента гибели, по сути, считается, что он умер, хотя он умер, помогли ему умереть, фараон Эхнатон, это 1375-1325, он жил, да, вот, соответственно, 1325 год до нашей эры. Вот с той поры иерархия Омона взяла верх, гимны Эхнатона забыты, Коран немножко их там возвратил в жизни, потому что Коран и гимны Эхнатона, но Коран и происходящее, в том числе и в Иславском мире, это не совсем одно и то же. Так вот, сегодня речь идет о глобальной трансформации, вот, с момента вот этой 3000-летней давности. Вот о чем речь идет. Это сейчас, вот эти мелкие дрязги, нельзя ими руководствоваться. Путин, понимаете, тоже человек очень непростой, начиная со своей фамилии и окончая тем, что он никогда в жизни не употреблял алкоголь. Человек, который имеет определенное понимание в системе питания, потому что вы знаете, что его ближайший предок работал в такой очень серьезной системе. Вот, поэтому речь идет о глобальном развороте, и Путин не тот человек, который будет беседовать с Обамами, он, ну, для приличия встречается, но он понимает как раз, что не Обама, не там вот эти все остальные, значит, лидеры, так называемые, да, гомосексуализма, с ними говорить не о чем. Они, это самое, не те люди, с которыми можно о чем-нибудь содержать, наговорить. Ритуал совместит, да, постоять там вместе, сфотографироваться. А говорить надо с другими людьми, поэтому иногда идут со Швейцарией, там перед Волей идем. А представители Швейцарии там непростые ребята. Вот, поэтому мы сейчас с вами должны как-то отслеживать низкочастотные процессы, которые заряжены. Нам надо сейчас что-то выстроить, ну, хотя бы лет на 500. То есть, если мы, конечно, будем планировать что-нибудь на год, на два, ну, тогда понятно, что надо делать. А вот, если хотя бы, так ли, на 500, то немножко тогда другие решения надо предпринимать. Вот, в чем вопрос? Мне касается вопрос 5-го премьера, это генная руша. Не так давно я работал со студентами, и вот по этому вопросу. Как вы прокомментируете недавно заявление Медведева, вводит тандем, да, с Путиным, но заявление о том, что надо, как раз таки, вот, по аграрному вопросу, да, надо развивать миноделие. Это он тогда посетил Краснодарский край, именно, вот, обравал эту ссору. Это было сказано, вы все услышали, что это надо развивать, вот эту всю направленность. Ну, видите, я здесь таких уж больших противоречий не вижу в таком заявлении, потому что мы все-таки с вами должны быть реалистами, мы живем в реальном, конкретном мире, вот, с сегодняшнего дня. И от того, что мы не будем производить вино, а будут его завозить из Франции, из Италии, нам, конечно, мы от этого не выиграем, да. Вот, то есть это, как бы, две такие разные темы. С одной стороны, надо бороться с, ну, на пятом приоритете, вернее, понимать все и работать по пятому приоритету, но с другой стороны, метод вырубания виноградников и введения сухого закона ничего никогда не давало. Здесь может дать только мировоззренческое прозрение, вот, а от того, что мы сократим производство нашего вина, они будут нас поить в западную деревню. Поэтому здесь разницы, то есть это не противоречит ничего, на мой взгляд. А так вообще, вот, психологически это действительно работает очень хитро. Я вам один пример из своей практики приведу. Я как-то в Калининграде угораздила там одного человека, очень такого серьезного, богатого, сесть со мной рядом там на полчаса. Ну, и так делать нечего было, ля-ля-ля-ля, поговорили. У него самая богатая коллекция вин в России, и он был истинный поклон, поклонник вот вина. Он там мог часами сидеть, наслаждаться этими ароматами, любил, конечно, вино. Вот я с ним поговорил, но, как я понял, моя информация была у него, у его сына, потому что он, когда услышал, говорит, слушайте, а как же так, а тут и сын мне что-то говорит. Он говорит, я не понимаю, ну, что это Шкет, в чем там понимает. То есть, сын для него не авторитет, поэтому сын ему говорим примерно то же. Но когда я ему все это рассказал, что это же просто разводка на деньги, на здоровье и прочее, что это оружие генное. Если та или иная нация не наинтересирует это как оружие, то ее истребляют как-нибудь, ну, или там, быстро или медленно, в зависимости от способностей. Вот. И он так, так сказать, раз поговорил со мной, потом вопросы, потом там я какую-то информацию выслал. И вот он мне рассказывает. Говорит, вот вы не поверите. Ну, я, говорит, с той поры теперь не пью, после того, как я с вами побеседовал. И говорит, вы не поверите. Я приезжаю во Францию. Ну, там все знают мои пристрастия. Мне подносят бокал вина. Вот. Я вспоминаю, как я это наслаждался этим. Я, говорит, подношу этот бокал, пытаюсь там приюхаться. И у меня пардончик и не тошнит от этого запаха. Я не понимаю, как я мог это все нюхать. Там какое-то бургундское, там какого-то 700-го года. Вот. Понимаете? Нос тот же самый, человек тот же самый, все то же самое, вино то же самое. Но оно вызывает прям противоположный эффект. Вот. Поэтому это я просто к тому говорю, что нам вот это единственный способ борьбы. о виноделии, в принципе, да, у нас и специалисты подготовлены были, и благодатные такие. Ну, если мы успеем, то будем запах мыть тогда, я верю вам, свои последние разы. Как Вы считаете, что необходимо, в первую очередь, изменить законодательный проект, вот, системы законодательной, или образовательную систему, чтобы перейти с денежной инкулации на энергорасчеты, на энергоресурсы? Ну, чтобы уйти от неденежной инкулации. Нет, я считаю, что, конечно, законами мы ничего не добьемся. Вот нам часто говорят, что вот какое у нас незаконопослушное население. Да, часто вот слышно заявление, там, Дмитрий Анатольевич об этом говорит. Так, задуматься надо, почему оно незаконопослушное население. Или у нас такое плохое? Или у нас законы плохие? Видимо, в моем мнении, что плохие законы. Законы должны отражать, вот, как бы, так сказать, чаяние, намерение и состояние общественного сознания сегодня. И наши законы явно заточены на, значит, людей сверхсостоятельных и богатых, а не на большинство. Поэтому они и не выполняются. Тут не надо ничего удивляться, надо законы пересматривать, а не разводить руками по поводу незаконопослушных граждан. Вот, поэтому от того, что законы издадим, ничего не получится. Вы абсолютно правильно сказали, что главенствующая роль принадлежит образовательному процессу. То есть нам надо менять образовательные стандарты. Но образовательные стандарты, чтобы менять, нам нужно менять общественное сознание. То есть вот то, чем мы занимаемся, самой такой незаметной, самой кропотливой работой, это изменение человека самого. То есть пока мы не изменим человека, мы его не изменим ни законами, ни образованием, ничем. То есть человек сам должен меняться через семью. Поэтому институт семьи должны беречь. Прежде всего, и помогать институту семьи, потому что та помощь, которую, оказывается, люди выращивают и воинов будущих, и работников, и специалистов. Так мы же должны поддерживать это. Потому что кто-то живет вообще без детей и все деньги тратит на свои нужды, а кто-то выращивает и теряет детей. Но разве это правильно? Это абсолютно неправильно. Поэтому надо семью поддерживать, прежде всего. И дальше воспитывать новое поколение, а потом уже под это поколение менять и образовательные стандарты, и законы. Но образовательные стандарты надо, конечно, и сейчас менять. Потому что сейчас уже дети готовы воспринимать совершенно новую информацию. Какое отношение, когда имеет воздействие судебные процессы, на вот эти аспекты, которые происходят именно законодательства? Ну, вы знаете прекрасно, как устроено такое управление обществом с позиции концепции общественной безопасности. То есть менять нужно, как говорил, помните, среди системы, так и у нас. Надо менять систему, надо менять концепцию. Потому что если мы вот остаемся в рамках той концепции, которая сегодня доминирует, и новую концепцию не провозглашаем, то тогда, естественно, что в рамках этой концепции, вы прекрасно знаете, судебная система, она служит только нам защитить эту концепцию от вторжения мыслей, противоречащих этой концепции. Задача исполнительной власти – гнать по этому коридору всех и только в рамках этого коридора. Поэтому здесь на судебную систему рассчитывать бесполезно, потому что она стоит на защите концепции ныне заявленной на суде. Виктор Викторович, значит, вы говорите, что когда мы национализируем кредитно-финансовую систему, мы уже так выразиться, денег станет в 5-6 рабочих. Естественно, эти деньги попадут в руки населения, где мы именно способы. Но при ныне существующей нравственности наших людей не повторим ли мы, судя по мере… Ну я понял. Нет, я не говорю, что тогда у нас денег будет больше. Я просто говорю о том, что по нашему природно-ресурсному потенциалу мы можем просто имитировать деньги сегодня, безо всяких там… В 5 раз больше денежная масса должна быть наша, но на уровне… Просто она должна быть физически больше, потому что денег не хватает под нашу… Ну у нас же огромная страна. Вот. И все, о чем я говорю. И при этом инфляция никакая не возникнет, и она не должна… Эти деньги не должны попасть в карманы населения, но при этом деньгами нужно управлять. Вот если ими не управлять, конечно, они будут растащены, распилены, по карманам рассованы. Вот. Я говорю об умении управлять деньгами. Только в этом случае. Ну и, может быть, последний вопрос, да, то уже и вы, наверное, утомились. Пожалуйста, кто-то еще один вопрос, да. Вы ярко очень описали ветхозаветный судный процент, который сейчас у нас доминирует как бы не только в России, а вообще в Европе. То есть, который осуждает Коран, но поощряет Библия. Как от него уйти и какие альтернативы замены? От него уйти можно только, изменив концепцию развития общества и концепцию, глобальную концепцию развития человечества. Потому что нынешняя библейская концепция и штаб-квартира этой концепции, евроамериканский конгломерат, все это построено исключительно только на идее расставщичества. То есть, идея расставщичества определяет все и управляет миром. Поэтому, для того, чтобы отказаться от этого, нужно ввести просто законодательный запрет. То есть, расставщичество должно быть запрещено, как самое тяжкое преступление. И такое в истории человечества было. Расставщичество запрещалось, и причем запрещалось вплоть до смертной казни. Такие периоды были. Но такие перемены возможны только в рамках новой концепции. То есть, опять пришли к тому самому. А чтобы изменить концепцию, нужно работать с нашим народом, с нашим молодежью. Чем мы, собственно, занимаемся и чем я хочу пожелать вам успехов. Потому что здесь в основном пропагандисты, которые продвигают...